С начала пандемии деятельность объектов предпринимательства находится под строгими ограничениями, либо вовсе запрещена. Причина этому – скопление людей, продолжительное время находящихся в замкнутом пространстве. Соответственно, повышаются риски распространения коронавируса. В качестве альтернативы полного закрытия объектов и для частичного снятия ограничений был запущен пилотный проект «Ашик». Мы отталкиваемся от восстановления главного санитарного врача и где конкретно указано, в какой момент программа «Ашик» работает, и для объектов, которые задействованы в данном проекте, применяются соответствующие те или иные послабления при работе в данном проекте. Для примера я приведу, допустим, сейчас кафе, например, кафе возьмем, они должны работать до 8 часов, а те кафе, которые работают в проекте «Ашик», они имеют право работать до 12 часов ночи. Первоначально они направляют заявку в ассоциацию пищевой промышленности. Заявку они обрабатывают, проводят регистрацию через свой сайт «ресторатор.кз». И после этого, после одобрения, предприниматель, он получает и скачивает QR, это уже на сайте «инфоказахстан.кз». В связи с тем, что большой поток объектов, субъектов пищевой промышленности, мы от Амикен, региональная палата предприниматель Павлодарской области, в том числе и наш филиал в городе «Экибасус», мы оказываем содействие по регистрации своими силами. Перед посещением пунктов общественного питания, бассейнов или других объектов, участвующих в проекте, необходимо скачать мобильное приложение «Ашик», пройти авторизацию по номеру телефона «Имвести.ИИН». При входе в заведение просканировать QR. На экране отобразится статус. Зелёный – отрицательный тест на COVID-19. Синий – нет результата ПЦР-тестирования. Не числится как контактный. Жёлтый – контактный и красный зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19. После того, как они отсканировали данный QR-код, показывают администратору либо другому лицу на ресепшене, на входе, и после этого проходят, либо им отказывают в посещении. Также предприниматели при работе в данном проекте, они обязаны, в случае того, когда посетитель придёт с жёлтым или с красным статусом, они должны будут сообщить, соответственно, службе санэпидемиадзора о том, что данные лица нарушают карантин и посещают заведение. С приложением «Ашик» работать очень просто. Каждый гость, который к нам заходит, мы его проверяем по ИИН, то есть мы сами проверяем по ИИН и смотрим его статус. Если никаких проблем нет, то есть у него синий статус, мы его провожаем за столик и всё. Никаких проблем не было, то есть красного, жёлтого статуса ни у кого не было. Как бы всё очень просто. Соблюдаем все карантинные меры, есть антисептик, то есть мы вручаемся за безопасность и за здоровье каждого гостя. В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложности при скачивании данного мобильного приложения ответственному лицу, сотруднику заведения, будет дана роль в приложении, с помощью которой он сможет зафиксировать вход посетителя посредством ведения его ИИН. Этот проект коснулся таких видов деятельности, как субъекты общественного питания, бассейны, сауны, спа-центры, боулинг, театры, кинотеатры. Список данных объектов ограничен, но при всём при этом по городу Икибаслузу, по нашему региону под этот проект подпадает порядка 150-180 субъектов бизнеса. На данный момент официально 25 субъектов получили разрешение в работе проекта АШ. И плюс ещё порядка 15 находятся сейчас в обработке. Субъекты пищевой промышленности, это те же самые кафе, рестораны, кафетерии, они проходят регистрацию через Ассоциацию пищевой промышленности. Пожалуйста, обращайтесь к нам, ко мне непосредственно, разъясним, скинем ссылки, как надо заходить, как регистрироваться, направим наш центральный аппарат на одобрение заявки или через Ассоциацию. Всю дополнительную информацию бизнесмены могут получить в филиале Национальной палаты предпринимателей от Амикен. Заявки пунктов общественного питания также принимаются Ассоциацией пищевой промышленности.